Андрей, ну вот вы занимаетесь правами человека, давайте для начала может быть конвенционально, так сказать, определимся, вот есть это устойчивое состояние права человека, попробуем его, может быть, как-то расчленить и поговорить сначала о человеке, о правах, как-то сформулировать, как в Думе говорят, по протоколу, то есть для начала определимся, о чем вообще, собственно, речь. Расскажите, что такое права, что такое человек, что такое права человека? Да, вопрос хороший, при том, что, наверное, невозможно это просто расчленить, понятно, что действительно может быть отдельно довольно длинный и серьезный разговор о человеке, в том смысле, что не очень понятно, что это такое, это может быть очень смешно, но мне кажется, что весь кошмар там последних двух с половиной тысяч лет связан с тем, что, в общем, никак мы не могли определиться, что же такое человек, там, то людьми считались только там граждане античных полисов, то там только свободные люди, ну, остальных можно было там продавать, дарить, ну вот, собственно, сколько там, 160 лет назад, да, у нас только могли людей дарить, вот как в Твиттере пишут, люблю людей, жаль, после 1961 года их нельзя дарить. Понятно, что вообще нет сейчас многих стандартов, мы, например, не знаем, с какого момента начинается человеческая жизнь, ну, на полном серьезе, юридически, да, там, в нашей стране юридически это с момента рождения, в ряде стран с нескольких недель или с момента зачатия, то есть мы вообще не понимаем, что такое человек, мы не понимаем, когда он завершается, то есть вот человек, лежащий в коме, это еще человек или уже не человек, ну и так далее. Я всегда на семинарах привожу пример о том, что еще в 30-е годы в европейских демократических странах в зоопарках держали людей, да, людей, вот я случайно, аборигенов Австралии и Новой Зеландии, а их не считали людьми, их считали как раз недостающей промежуточной цепью между, причем их держали часто в клетках вместе с обезьянами, и такие, ну, прогрессивные дарвинисты, просветители, не фашисты, показывали, значит, там, не знаю, приходящим детишкам, что вот видите, вот мы, венец эволюции, вот обезьяны, а вот видите, рядом промежуточное звено, то есть 30-е годы, еще до Гитлера, то есть в этом смысле, как бы, все это очень новая штука о том, что вот все люди, это, в общем, люди. Да, но они вроде как были все-таки признаны людьми, уже даже избирательные права имели, но в целом, да, люди, но как бы не совсем, но как бы не совсем, да, то есть, ну, и ЮАР там, ну, то есть, мы можем много примеров даже после Второй мировой, но в целом, вот до Второй мировой войны все это было таким вот фантастическим образом устроен. Вот две с половиной тысячи лет мы никак не могли договориться, все ли люди — это люди. Меня вот интересовало всегда человек, если, например, его переубедить, сказать, что хорошо, все негры — тоже люди, евреи — тоже люди, имеют право на жизнь, но все равно тогда начнут дискриминировать, там, условно говоря, каких-нибудь велосипедистов. То есть, насколько это в природе человека и можно ли это вообще как-то преодолеть? Давайте так, преодолеть это можно, но очень сложно, в том смысле, что для этого нужно иметь немножко расширенное сознание. Я вот вспоминаю на одном из наших семинаров, мы выписывали, значит, как это, ожидание от семинара, и вот, а семинар был для членов общественных наблюдательных комиссий, есть такие в России, которые ходят по тюрьмам там и так далее. Вот там один, кстати, он сам бывший сотрудник УФСИНа, вот он, у него такое было ожидание чудесное — «Как научиться защищать права нелюдей?». Он это написал совершенно серьезно, то есть, он абсолютно серьезно написал то, что для него они нелюди, потому что... И он даже объясняет, почему. Он говорит, конечно, о преступниках, кто убивал, но потому что, типа, ты нарушил божеский человеческий закон, и ты, типа, больше не человек. Вот в этом, собственно, главный кошмар, потому что даже журналистам, мне часто трудно объяснять, вот они мне говорят, а что ж ты защищаешь права там маньяков, убийц, преступников, террористов, вот как же, ведь вот они в тюрьмах сидят, что, как всегда, что же у них там, санаторий должен быть? Вот объяснять, что они, конечно, очень плохие люди, но они люди, и поэтому их нельзя содержать, как, не знаю, как свиней, значит, в помойной яме, и, соответственно, регулярно избивать и совершать над ними другое насилие, да, потому что они люди. То есть не надо их отпускать, там, не надо их любить, я могу их не любить, я могу их даже ненавидеть, вопрос в другом, я должен к ним относиться, как к людям. Вот в этом самая главная проблема. Проблема человека, она, скорее, стоит в плане, не знаю, общественного сознания и медиа. То есть мы сейчас каждый день продолжаем многих людей называть нелюдьми. То есть и вопрос даже не в том, они плохие или хорошие, да плохие они, может быть, потому что они других убивают, вопрос не в этом. Если мы их объявляем нелюдьми, то мы карт-бланш даем кому угодно, ну, с ними совершать, скажем так, нечеловеческие действия. То есть если мы хотим, чтобы ненависть росла, мы должны потихонечку по шкале от людей, но плохих, идти до уже крайней степени, когда они объявляются вообще нелюдьми. Право – это некая договоренность людей о том, что давайте вот установим какие-то правила игры. Вот право, вот то, что связывает, кстати, вот в словосочетании права человека, вот есть между ними еще связка, третий элемент, вот связывает их право, ну, как закон, как идея того. Вот право – это так, это просто правило. Это как с правилами игры. Да, вот есть некие правила. Это просто правило. То есть право – это просто правило. Вот если правило рушится, тогда действительно все могут делать другим все, что угодно. То есть правило, прежде всего, конечно, рассчитано на то, чтобы слабый мог вызвать в процедуре к защите от сильного. Ну, потому что сильный приходит и делает со слабым все, что хочет. Проблема заключается в том, что каждый из нас в любую секунду может стать слабым. Для меня конец 19-го века, как для правозащитника, это Красный Крест и правила ведения войны гуманные. Да, это еще, конечно, не права человека, но это тоже. То есть мы и войну хотим сделать более гуманной, чтобы не умирали люди на поле битвы после этого раненые, чтобы, соответственно, мирных жителей не убивали, ну и так далее. То есть мы даже войну, вроде бы наш рациональный век 19-й взял под контролем даже. Это чудовище. А потом химическое оружие, и потом все в разнос. И вот мне кажется, что человечество постоянно делает такие рывки, и у меня, к сожалению, нет видения, примерно как, опять же, у Стругацких за миллиард лет до конца света, у меня нет видения вот такой столбовой гигельянской дороги к прогрессу. А что же про права человека? То есть это же западный какой-то термин, да? Это же пришло тоже, видимо, из 19-го века, из этой традиции гуманизма. Да, на английском-то языке вообще human rights появилось только в 45-м году. До этого это вообще называлось по-другому, rights of men. Ну термин такого не было в 19-м веке. Ну то есть понятно, что это в том числе и разговор вообще про права, не только про права человека. Это тоже длинный, серьезный разговор о том, как вообще права возникают. Вот, кстати, очень многие, даже юристы, не очень понимают, откуда вообще возникают наши права. Вот не право, как закон, о котором мы чуть-чуть поговорили, а права. Вот откуда появляется, например, там, у вас право сейчас мне задавать эти вопросы? Ну, появляется только по одной простой причине. Я согласился на это. И наоборот, да, у меня есть право сейчас с вами беседовать, потому что вы на это дали согласие. Как только я скажу, все, мне надоело, я встану и уйду, и ваше право немедленно исчезнет. Вообще любые права, любые между людьми или между человеком и государством, например, возникают исключительно как некая договоренность. Причем договоренность не взаимная, в смысле не обмен правами. То есть одна сторона может иметь только права, вторая только обязанности. То есть условно мои права возникают в тот момент, когда другая сторона взяла на себя хоть одну обязанность. Это парадокс. Но на самом деле мои права с моими обязанностями никак не связаны. Если я ребенок, то по конвенции о правах ребенка у меня полно прав и ни одной обязанности. Если мне меньше 12 лет, я не несу никакой ответственности, ни уголовной, никакой. Родители – да, я – нет. То есть имеется в виду, что вообще самоконструкция прав, то есть права возникают в тот момент, когда другая сторона взяла на себя хоть какую-то обязанность. А, соответственно, как только эти обязательства исчезают с другой стороны, у меня заканчиваются права. Вот это самая важная и самая жесткая вещь вообще во всех концепциях прав. Не прав человека, а именно прав. Да, точно так же, как мы понимаем прекрасно, что вообще разговор о правах, вот не права, а разговор о правах возникает всегда на границе. Сейчас поясню. Пока я просто ходил по городу, я даже не думал о том, что у меня есть права. Ходил и ходил. И вдруг мне говорят, ты знаешь, а ты теперь не имеешь права ходить по левой стороне. Запрещено людям, у которых вот такая борода, ходить по левой стороне. Я говорю, подождите, как это так? Я всю жизнь ходил, у меня там дом, у меня там офис. Как мне не ходить по левой стороне? И тут я говорю, у меня же есть право. А мне говорят, у тебя нет права. И вот в этот момент вот этого столкновения, когда я вдруг говорю, у меня есть право, а мне говорят, у тебя нет права, возникает вот эта вот перегородка. И вся наша жизнь – это бесконечная борьба за раздвижение наших границ. Потому что обнаруживается, что наши права, любые, не права человека, чаще всего ограничивают вовсе не какие-то ужасные злобные люди или какая-нибудь страшная власть. Нет. Наши права прежде всего ограничивают наши самые близкие люди во имя самых прекрасных целей. А именно наши родители, во имя нашей безопасности, наши партнеры, наши дети, кто угодно. То есть обнаруживается, что в принципе вопрос ограничения прав это не вопрос каких-то злобствующих иносубъектов. Это совершенно естественная вещь. То есть по большому счету нашей жизни это бесконечная попытка раздвинуть наши границы и заявить о своих правах и свободах. А другие часто это делают в обратную сторону, но не по злобе, а, например, соображение нашей безопасности. Это действительно очень интересный разговор о том, как возникают права и в том числе как возникают наши отношения, правоотношения с государством. Это особые отношения. То есть отношения не между людьми, а между людьми и властью. То есть с одной стороны мы можем договориться между собой, взять на себя вот на необитаемом острове, кто-то одни права и обязанности берет, кто-то другие. Кстати, не обязательно одинаковые. Кто-то говорит, а я буду для всех для вас готовить, но зато за это вы будете стирать мою одежду. А кто-то говорит, а я буду просто стирать, даже мне не надо ничего, мне просто нравится. Кто-то говорит, а я буду для всех рыбу ловить, даже мне не надо ничего дополнительно, просто мне нравится ловить рыбу, все будете есть. То есть я имею в виду, что люди могут давать, брать на себя обязательства и давать другим права не обязательно в обмен. Это вообще не торговля. То есть я, если живу с человеком, например, со своим ребенком или с другом, с подругой, с кошкой, с собачкой, я могу брать на себя обязательства, совершенно не требуя от другого. Но у другого автоматически появляются права. То есть права другого появляются в ту секунду, когда я объявляю о своих обязательствах и исчезают в ту секунду, когда я отказываюсь от своих обязательств. С государством абсолютно то же самое. Но просто отношения с государством особенно пикантны не потому, что они более частые, более часто мы обмениваемся горизонтальными всякими связями. А с государством, дело в том, что ведь государство не только имеет с нами прямые отношения в виде полиции, тюрем и так далее, оно же еще устанавливает наши отношения друг с другом. И в этом смысле наши отношения с властью носят особый характер. Это отношения не только с другим субъектом, но еще и с субъектом, который вообще определяет весь наш быт. Например, уголовный кодекс, гражданский кодекс, это все государство устанавливает. И поэтому отношения с государством, как бы обмен правами или ограничение власти государства, это особая сфера. И вот возвращаясь, собственно, уже к термину права человека, мы чуть-чуть поговорили про человека, чуть-чуть про права, в середине чуть-чуть про право как закон. Потому что, ну, права человека существуют именно как правая система. Вот в английском языке часто говорят International Law of Human Rights, международное право прав человека, как дисциплина. Права человека возникают, в общем-то, как вот уже законченная идея неестественных прав, а именно современная. После Второй мировой войны, после всех вот этих ужасов, она возникает следующим образом. Когда нас обижает преступник, то мы можем позвонить в полицию. А что делать, когда нас обижает полиция? Что делать, когда к тебе приезжает гестапо? Что делать, когда к тебе само государство в виде черного воронка приезжает? Вот как нам от государства защититься? От соседа нас должно защитить государство, да? Государство как бы, ну, идея республика, да, оно создано для того, чтобы обеспечить общее благо и прекратить войну всех против всех. Значит, мы вот, вот государство регулирует, чтобы все жили более-менее в мире и гармонии, и не воевали друг с другом. Окей, а если само государство хочет нас уничтожить, что делать вот с ним? Что делать с преступными тоталитарными режимами, которые убивают миллионы? Вот что с ними-то делать? Или там, ну, как минимум десятки миллионов отправляют в лагеря? Вот с ними-то что делать? Вот тогда возникла идея, что должны быть специальные, совершенно другие еще правовые штуки, которые бы ограничили власть государства по отношению к людям. То есть не между людьми. То есть права человека были придуманы не для того, чтобы мы жили хорошо. Поэтому изначально там прав человека, ну, не во всеобщей декларации, это скорее пожелание. Вот в Европейской конвенции в первом тексте, потому что конвенция это был жесткий документ, она возникла почти сразу после всеобщей декларации. Ну, декларация 48-й год, а Европейская конвенция 50-й год. Вот в 1950-м году в Европе, не для всего мира, в Европе возникла такая система жесткая, это жесткое право, конвенция, все такое. Откуда у нас взялись права? Государство взяли на себя обязательства. Вот у нас и возникли права. Кстати, по Европейской конвенции у меня нет ни одной обязательства по отношению к государству. Ну, потому что это не симметричная система. То есть откуда у меня взялись права человека? Потому что государство взяло на себя соответствующие обязательства. И вот придумана эта система была именно для того, чтобы я мог в любую секунду пожаловаться на государство. Там нет права на квартиру богатую, там нет права на хорошую зарплату, там нет права даже на медицинское обеспечение. Многие говорят, как же так? Вот нет в Европейской конвенции. Невозможно пожаловать, что у меня нет пенсии, или что меня качественно не лечат. Там есть самые фундаментальные права, то есть условно. Они были придуманы, еще раз говорю, не для того, чтобы мы жили хорошо, а чтобы нас не бросали в топки Аушвиц. Вот они для этого были придуманы. Чтобы если ко мне приезжает черный воронок, я мог позвонить и сказать, извините, а где у вас ордер? А где суд справедливый? То есть вы не можете меня без суда и следствия убивать. Вы не можете меня пытать, как это делали с нашими великими режиссерами в 30-е годы. Мерхольду удавили просто после чудовищных пыток и так далее. Чтобы этого не было. Не было совсем. Например, запрет на пытки, он абсолютный. То есть пытать нельзя никого и нигде. Ни террориста, ни убийцу, ни маньяка, его нельзя пытать. Если государство не имеет права его пытать. Потому что если завтра можно разрешить пытать маньяков, послезавтра можно будет террористов, послезавтра врагов народа, а послезавтра всех инакомыслящих. Это понятное дело. Что стоит разрешить кому-то это применять, список будет непременно расширяться. Поэтому многие запреты абсолютно. Совсем нельзя. Пытать нельзя. Ни при каких условиях. Нельзя пытать человека. А если он знает, что где-то бомба заложена? А нельзя. Вот нельзя. Права человека были придуманы как конструкцию, чтобы защитить нас от этого государства. Которое в идеале, конечно, не чудовище. Но оно может превратиться в чудовище. И вот если оно вдруг начинает только превращаться в чудовище, у нас должна быть защита. Защита в виде вот этой абсолютной штуки, встроенная в... Скажем так... Права человека были придуманы как правовая норма, встроенная в правовые системы современных государств. То есть она над ними. То есть каждое государство должно подчиняться вот этой единой структуре. Не важно, что у них в Конституции написано. В России тоже? Конечно. Мы же присоединились и к Европейской конвенции. Мы присоединились к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН. В Советские годы? В Советские годы, да. К Международным пактам мы присоединились еще в Советские годы, но тогда мы не подписали факультативные протоколы. Вот. А к Европейской конвенции только в 90-е, в 96-м, 98-м и так далее. Действительно, права человека были придуманы именно для того, чтобы защитить личность от государства и, кстати, как частный случай, от толпы. Ну, от демократии, условно. Ну, потому что демократия, которая могла голосовать за смерть Сократы или демократия, которая могла голосовать за, там, не знаю, лишение прав евреев, она тоже ужасна. То есть, в этом смысле вдруг обнаружилось в середине 20-го века, что демократия – это не лекарство. То есть, демократия, конечно, там, политолог вам скажет, что это все хорошо, прекрасно и так далее, но она оказалась не лекарством именно вот от этих вещей. И вдруг обнаружилось, что что-то должно защищать отдельную личность. И вот, собственно, права человека были придуманы для того, чтобы защитить личность от всевластия государства, даже демократического. Чтобы вот у него была какая-то приватность, чтобы его, опять же, не могли хотя бы без суда и следствия убивать, там, куда-то тащить на пыточный стол, там, не знаю, кидать в застенки и так далее. Мне, конечно, профессионалы обязательно скажут, что я рассказываю сейчас про только так называемое первое поколение прав человека или фундаментальные права. Есть там социальные, экономические, культурные всякие поколения. Они действительно есть, они тоже называются правами человека. Это про то уже, что как нам хорошо жить. Но все-таки права человека изначально родились, и все равно их ядром являются вот эти самые фундаментальные права. То есть вокруг того, вокруг неприкосновенности, по большому счету, меня как личности, причем как личности в широком смысле, в том числе сюда входит и свобода слова, например, или свобода совести, не религии, а совести, это шире. То есть это некая моя идентичность, которую я могу вообще высказываться в обществе. Когда мы защищаем человека, которого пытают в полиции, он является меньшинством. Ну, потому что он вот один. И более того, людей, которых пытали в полиции, я думаю, в России меньшинство. Значит, не знаю, что мы защищаем. Мы защищаем каждого. То есть в этом смысле очень часто тот, кого мы защищаем, он на самом деле принадлежит по всем остальным характеристикам к большинству. Он просто оказался в дурной ситуации. То есть в этом смысле это никакие не права меньшинства. Просто в эту секунду он в меньшинстве. Например, люди, живущие на зоне зараженной Чернобыля. Они в меньшинстве. Не вся Россия была заражена. И у них возникают особые проблемы. Они болеют там раковыми заболеваниями, у них неблагоприятные окружающие средства. Они меньшинство. И большинство не очень хочет понимать их проблемы. Люди, живущие рядом с вредным предприятием. Или люди, оказавшиеся там в зоне наводнения и так далее. То есть это люди, которые... Но они на самом деле по всем остальным характеристикам вполне большинство. То есть имеется в виду, что каждый может оказаться на их. Вот просто каждый. И большая часть прав, которых мы защищаем, защищаем права, отнюдь не специально выискиваем некое экзотическое меньшинство и защищаем его права. Нет, мы защищаем права человека, который оказался в этой ситуации. Представитель самого обычного населения. С другой стороны, действительно... Это вторая часть этого ответа. Действительно есть ряд меньшинств, которые более уязвимы. Просто в силу численности и их особенностей. Например, отдельные этнические группы действительно более уязвимы. Потому что есть, например, какие-то традиционные российские практики. Я сейчас отнюдь не про Россию. Вообще в целом. На юге Соединенных Штатов есть российские практики. Они есть. Они до сих пор есть. В Техасе, например. Мы понимаем поэтому, что черное меньшинство является более уязвимым. То есть у черного ребенка больше проблем с полицией, больше шансов получить по дороге домой по голове кирпичом, чем у белого ребенка. Ну просто потому, что потому. И мы это прекрасно понимаем. Или там у каких-то религиозных меньшинств. У инвалидов. У инвалидов-колясочников. У них просто другие немножко потребности. Они не могут передвигаться так, как мы с вами. Не могут встать и побежать. У них, например, должен быть доступ в суд в виде пандусов. И доступ в учебные заведения и так далее. То есть у них есть особые потребности. И либо мы понимаем, что у них должны быть особые потребности. Либо мы говорим, ааа, наплевать. Ну подумаешь, меньшинство. Ну подумаешь, или там 2% или 5% или 7%. Абсолютно точно. Абсолютно точно. С глаз долой. С глаз долой. И вот в этом смысле мы должны понимать, что, конечно, есть уязвимые меньшинства. Причем часто это люди. Понятно, что есть уязвимые меньшинства, которые вызывают там социальные особенно. Которые вызывают там боязливость и отвращение. То есть действительно многие уязвимые группы, они настолько уязвимы, что нельзя о них отдельно не говорить. Ну нельзя говорить, что у ВИЧ-инфицированного абсолютно такое же социальное положение, как у здорового, значит, сильного, могучего, значит, взрослого мужика. Ну нет, это не так, это неправда. То есть у них просто разные условия. И поэтому они действительно нуждаются в особой защите. И поэтому часто есть не просто праващитные организации, а профильные, которые занимаются защитой особых групп. Потому что они действительно очень-очень уязвимы. Мы должны понимать, что права человека, это на самом деле права не групп, а каждой отдельной личности. Так вот, самое маленькое меньшинство и самое очевидное во всем мире, это каждый отдельно взятый человечек. Вот он является абсолютным меньшинством. Неважно, это Сократ или больной ребенок в Спарте. Вот это абсолютно личность, которую как самое мелкое меньшинство надо особым образом защищать. И это тоже про меньшинство. Потому что это самое маленькое меньшинство. Нет другого второго человека такого же, как он. Он абсолютно уникален. И в этом смысле, естественно, что праващитника идет, наоборот, не от больших групп, а от одного человека через группы таких людей с похожими проблемами. И уже к большинству. В этом смысле, конечно, обвинение, что праващитники защищают меньшинство от большинства, не совсем так. Можно сказать скорее по-другому. Вот то, что праващитники защищают отдельную личность от толпы, это да. Но это не про меньшинство и большинство. Это про отдельную личность и ее автономность. Чтобы, по крайней мере, над ней даже большинство, как мы уже говорили, не могло, например, методом голосования к смертной казни. Как мы кое-где уже видим сейчас. Или методом голосования к пыткам. Или методом голосования к лишению свободы. Вот собралось большинство и голосует. Вот права человека, они про то, что даже большинство не может собраться и голосованием лишить меня, например, звания человека. Права человека это защита личности от государства. И даже в государстве могут быть специальные должности. При этом они получают зарплату от государства. А это нормально. Вообще, большинство, например, западных правозащитников получают гранты от собственного государства. — И вот это в частности не надо защищать права человека в России, а защищать права человека в собственной стране. То есть это нормально? Я много раз встречался с западными правозащитниками. Ну, правда, не американскими, а европейскими. Которые получали очень приличные гранты от собственных правительств. При этом жутко критиковали эти самые правительства. То есть фактически правительство дают деньги на то, чтобы правозащитники находили у них собственных блох. А это нормально. Я нанимаю вас, чтобы вы мой блох нашли. Но кто-то же должен моих блог искать. Это исходит из того, что мы хотим улучшать управление страной. Мы хотим его делать более гуманитарным, более человечным, более эффективным, если хотите. Но для этого нам нужна обратная связь, в том числе жесткая. Вот вам правозащитники деньги, вы на это не стесняйтесь, ищите у нас блог, мы их будем вычесывать. А как мы их вычищем, если вы их не найдете? С моей точки зрения правозащитники и должны относиться абсолютно ко всем одинаково. Для меня не должно быть партийной принадлежности жертвой. Для меня она всегда жертва. То есть если нарушена свобода слова, свобода собрания, уж не говоря там жизнь, пытки и так далее, да, я должен относиться совершенно нейтрально. Мне не должен нравиться этот человек. Просто он должен быть для меня человеком. А значит, у него есть вот эти фундаментальные права. И если он мне не нравится, то это еще больший даже повод мне его защищать. Ну потому что, потому что либо я правозащитник, либо я защищаю только своих. Но как только я начну защищать только своих, я превращаюсь в политического активиста. Потому что политический активист должен защищать своих. Либерал, либерал, националист, националиста, патриот, патриот. То есть в этом смысле правозащитник должен быть в такой позиции, как бы немножко над схваткой. С одной стороны, над, а с другой стороны, внутри, с точки зрения помощи всем. Я бы его сравнил с Красным Крестом, который перевязывает всех раненых и не смотрит, какие у них погоны и какие у них нашивки. Все раненые должны получить помощь, все до единого. Я не имею права вообще и лучше, если я не принадлежу ни к другой категории. Потому что тогда я буду одного перевязывать более трепетно и больше мази, а другой, значит, у меня будет, я скажу, ага, ну ладно, я так сделаю вид, что я перевязал, но пускай сволочь подыхает. То есть в идеале я не должен вообще думать таким образом. Но в европейских странах я очень часто сталкивался с тем, что на государственные деньги просчитники ведут очень жесткую критику. И никто у них, не то, что их никто не сажает в тюрьму, у них даже эти деньги никто не отбирает. Правильно я понимаю, потому что, собственно, правозащитники, гражданское общество, которые, они же как бы его, ну, стимулируют его рост, правильно я понимаю, они таким образом пытаются контролировать то, что делает власть, да, это некое давление снизу. Да, и дает обратную связь высшей власти. То есть власть таким образом понимает, что происходит на земле. Конечно. Какие, например, менеджерские решения неправильные приняты. Там экономические и так далее. То есть это такая как бы взаимосвязанная структура, да? Ну, естественно. Для этого нужны всякие организации, типа там антикоррупционных всяких проектов. Тоже комитет против пыток, чтобы милиция, да, так далее. О том и речь. Но иначе просто невозможно. Потому что тогда власть перестает понимать, что на самом деле происходит. Ей будут рассказывать, как все любят нашу полицию и целый, каждый день видят полицейскую, начинают его целовать. А на самом деле уже где-то начинают происходить бунты стихийные против полиции. Но если власть центральная об этом не знает, она начинает принимать все более и более ошибочные решения. То есть разнос системы как раз связан с тем, что мало обратной связи. Вот гражданское общество обеспечивает хоть какую-то, и, кстати, свободная журналистика обеспечивает именно эту обратную связь. И мешает системе идти в разнос. Она ее постоянно сама себя корректирует. Не важно, плохой режим, хороший, не важно какой. Он, по крайней мере, может себя корректировать. Если нету этих сигналов, все. Она просто живет, как в вакууме. Ну и дальше, мы понимаем, последствия могут быть совершенно ужасающие. Я считаю, что любое современное государство, которое хочет быть более-менее цивилизованным, вот не дикое, совсем чудовищное, которое хочет быть цивилизованным, оно просто не может обойтись без правозащитников. Именно потому, что они на самом деле политически нейтральны, что они готовы защищать всех и дают очень мощную обратную связь. Причем только по очень узкому кругу исключительно фундаментальных прав. Вот если таких нет, просто государство может погибнуть, если эта система не работает. Поэтому, с моей точки зрения, вообще все, я же говорю, правители, неважно, демократические или олигархические, или тираны, должны просто вообще молиться на правозащитников и вообще приглашать их как можно больше в стране. Потому что пока они живы, страна живет. Как только уходят правозащитники, после этого со страной происходит беда. Почему легко говорить все-таки про фундаментальные права? Вот если людей, подчеркиваю, по какому-то признаку, любому, расы, этноса, религии, сексуальной ориентации, начинают подвергать, пытать, убивать, содержать в рабстве, лишать справедливого суда, лишать свободы слова, кстати, не позволять издавать газеты, не позволять выходить на миди. Это фундаментальные права. Здесь все должно быть. То есть, если, например, но именно, когда это касается, ну, условно, ведь свобода слова, мы понимаем, она тоже не безгранична. Да, то есть, мы понимаем, вот даже европейская конвенция говорит о том, что, в смысле, европейский суд, прежде всего, да, что свобода слова все равно должна учитывать какие-то культурные особенности. Такое есть там, да? К сожалению, да. Или к счастью. Вот, понятно, что... То есть, есть такая прям вот как это... Есть решение европейского суда. Ведь европейская конвенция, она не существует как сама по себе. Но эта строка просто прописана, да? Там есть... Есть нюансы, да? Дело в том, что все права, но за исключением, может быть, пыток, ограничены. И там написано «в интересах общества». То есть, свобода слова может быть ограничена в интересах общества. Например, запрещена фашистская пропаганда. Это в интересах общества. То есть, мы говорим, что это не безграничное. Но общество бывает очень разное. Правильно. Общество бывает очень разное. И это означает только одно. Мы пока, как человечество, и даже как Европа, не договорились. То есть, нет единого стандарта. Потому что в интересах общества. Правильно. Потому что в интересах, допустим, фундаментального, фундаменталистского общества совершенно другие права. Абсолютно точно. Права человека Права человека — это не строгая наука, логическая, математического характера или характера физических законов. Это социальный конструкт. Вот мы должны твердо понимать, что по поводу любого права, старого или нового, ответ только, почему есть такое право. Ответ так договорились. Мы просто так договорились. Вот после Второй мировой войны договорились называть правами человека, к human rights, отношения власти и человека. Вот так договорились. Когда мне говорят, но ведь, когда меня избивает сосед, это тоже он нарушает мои права? Да. Почему это не права человека? Так договорились. То есть, мы можем потом договориться и называть правами человека все абсолютно. Ну, просто все. Мое право жить в доме без тараканов. Вот у меня же есть такое право на благоприятную окружающую среду. Я хочу, значит, пускай кто-то придет и меня избавит от тараканов за бесплатно. Вот не хочу, чтобы тараканы... Нет, может быть, это и справедливое требование. Вопрос в том, что это не относится к фундаментальным правам. То есть, и вот почему 15, 10-15 этих прав? Так договорились. То есть, ответ на все так договорились. Может ли человек передоговориться заново? Может. Более того, он может и в худшую сторону передоговориться. Например, он может заявить, что он в каком-то моменте, а теперь мы объявляем, что культурные, региональные ценности выше, чем универсальность прав человека. И все. И вся эта система закончится. Есть дополнительные всякие права. Вот не фундаментальные. Там все очень сложно. Опять, мы должны понимать, что право возникает у любой социальной группы в тот момент, когда кто-то принимает на себя обязательство хотя бы это терпеть. Власть или общество? С моей точки зрения, люди очень часто путают три разных категории вещей, которые они объявляют своими правами. Они очень часто объявляют, говорят о своих правах, имея в виду самые настоящие, фундаментальные права человека. Второе. Они имеют в виду некие социальные, дополнительные права, но социальные интересы и так далее. И третье. Они вообще очень часто под правами еще имеют в виду корпоративные и личные интересы. Мы все склонны. И все это вместе мы называем правами. И вот тут опять возникает большая сложность. Даже для человека очень открытого и хорошо относящегося к разным социальным группам и меньшинствам, он когда видит, что на самом деле в одну корзину сваливают все три этих типа, он говорит, нет, минуточку, ну, конечно, у вас есть право, чтобы вас, конечно, ни в коем случае не били, не избивали, не пытали, не лишали свободы слова, конечно же, не лишали свободы собраний. Да, это все очень важно. Наверное, хорошо бы, чтобы у вас были какие-то там партнерства, но извините, когда вы начинаете еще вот здесь требовать вот этого, этого и этого, а почему, собственно? Все по-прежнему очень хрупко. Вся эта система, она хорошо придумана, ну, во-первых, все еще буксует очень сильно, а во-вторых, в любую секунду, пока не предусмотрено то, что из этой системы нельзя выйти. Вот пока до сих пор можно спрыгнуть и отказаться от всех обязательств. Ну, а это же вопрос договоренности. Вот договоренность, она на том и основана. Пока мы в договоре, все работает. Вышли из договора, больше нет ничего. Продолжение следует...